Привет! Сухарь Сергея Бобровского принёс Флориде победу в первом финальном матче Кубка Стэнли над Эдмонтоном. Что тут говорить? Сергей в полном порядке. В АХЛ завершил сезон в Милуоке. Там выступают три российских хоккеиста. У Аскарова была травма и он не играл. У Афанасьева в полуфинальной серии 0 плюс 0. Здорово выглядел Фёдор Свечков. У него 3 плюс 3. Внезапно в Санкт-Петербурге состоялся некий совет директоров СКА, после которого было сообщено, а Роман Ротенберг продолжит работу с клубом. Но никто и не планировал, что его снимут с должности главного тренера, так как у тренера действующий контракт с приличной компенсацией из досрочного расторжения. Да и не было намеков, что тренера могут убрать, так как всю весну он самостоятельно формировал команду на следующий сезон, исходя из своих вкусов. Если бы в СКА действительно думали о смене тренера, то приняли бы важное решение по итогам сезона. Тогда и к созданию команды приступили бы другие люди. Но стоило ли увольнять Ротенберга? Наверное, нет. А за что? За слабый результат? Это аргумент. Но вы же видите, с какими сложностями при поиске тренера столкнулись наши топы. Так что найти замену было бы очень непросто. У Ротенберга есть недостатки, как у специалиста, но он все равно прогрессирует, старается. Плюс не забывайте, что как бы вы все не любили Романа, он остается одним из самых популярных людей в российском хоккее. И без него бы чемпионат КХЛ существенно потерял бы в привлекательности. Нет сомнений, что питерцы в следующем сезоне будут одним из кандидатов на победу в Кубке. Важно правильно провести регулярку так, чтобы избежать проблем в плей-офф. А самая большая проблема Романа в том, что он в случае малейших проблем начинает нервничать и все менять. Надо гораздо спокойнее относиться к неудачам. Впрочем, говорят, что если СК не сможет выиграть титул в следующем сезоне, то тренера точно поменяют. Хотя у Ротенберга еще два года контракта. Обладатель Кубка Гагарина Металург объявил план предсезонной подготовки. Как и все, команды собираются 1 августа, а до чемпионата сыграют на турнире в Уфе и дома. Локомотиву больше не нужен Егор Аверин с ветераном не намерены продлевать контракт. А трактор нашел хорошего крайнего форварда. Челябинский клуб объявил о контракте с форвардом Диланом Сайкурой. Это довольно известный форвард, особенно для тех, кто не следит за игрой поверхностно. Новичку челябинцев 29 лет. Он провел в НХЛ 5 сезонов, но за это время сыграл лишь в 58 матчах. Однако в АХЛ все было гораздо лучше. Те же 5 сезонов, 250 игр и 207 набранных очков. Карьера Дилана в Северной Америке завершилась в 2022 году. Тогда он поиграл за Колорадо, затем был обменен в Чикаго, оттуда в НХЛ. Но последние два клуба не видели его в своем составе и держали в АХЛ. Прошлый сезон Сайкура провел в Швеции. И пусть не поразил всех своей игрой, но все равно показывал достаточно результативный хоккей, набрав 35 очков в 60 матчах. Понятно, что его берут в первое или второе звено, причем вполне возможно допустить, что тренер изначально будет пробовать его с Ткачевым и Шабановым, чтобы получить сильную тройку. Дилан умеет побеждать, он стал чемпионом Швеции в прошлом сезоне, причем его клуб выиграл впервые за 10 лет. Таким образом, в тракторе сейчас три легионера. Помимо новичка есть вратарь Фуккале и форвард Робинсон. Пожалуй, приобретение Сайкуры стоит назвать отличным, тем более в нынешнее напряженное время. Зарплата Дилана – 50 миллионов рублей. И деньги на другие приобретения еще остались. Спартак тоже представил план предсезонной подготовки. Первый матч в межсезонье запланирован на 14 августа. Команда сыграет с Кунг-Лунем. И последнее новым главным тренером Чайки назначен Дмитрий Гоголев, поработавший во всех российских лигах. В прошлом сезоне он трудился в Югре. В Нижнем Новгороде решили больше не экспериментировать и стали в молодежке консерваторами. До свидания.